Удивительно, но под нашими ногами скрывается невероятный мир, о котором многие даже не подозревают. Недавнее открытие потрясло научное сообщество, когда исследователи случайно наткнулись на гигантскую подземную экосистему. Это открытие произошло на глубине более чем миля под землей, где ученые изучали тектонические движения. Они даже не могли представить, что наткнутся на гигантские пещеры, которые простираются на многие мили. Эти подземные пространства поражают своим масштабом и разнообразием жизни, скрытой от человеческого глаза. Археологи и биологи начали изучать эту таинственную среду и обнаружили, что тут существуют уникальные формы жизни. Некоторым из них миллионы лет, и они продолжали развиваться в изоляции от внешнего мира. Гигантские сталактиты и сталагмиты, похожие на исполинские колонны, создают сложные лабиринты, проверяя на стойкость даже самых опытных исследователей. В этих пещерах можно встретить кристаллы необычной формы и размеров, которые мерцают сквозь темноту, как звезды на ночном небе. Первые экспедиции показали, что подземный мир полон загадок и чудес. Оказалось, что подземная среда имеет свою уникальную экосистему. Наблюдения за этими скрытыми мирами уже привели к пересмотру некоторых теорий об эволюции жизни на Земле. Изучение продолжается круглосуточно, а находки продолжают поражать ученых. Однако самое захватывающее ждет впереди. Именно здесь, возможно, скрываются ответы на многие вопросы о прошлом нашей планеты. Поразительным образом, это открытие было сделано почти случайно, когда группа ученых из международной команды проводила исследования на затерянной территории. Они изначально искали подтверждение недавним геологическим гипотезам о подземных тектонических изменениях, но их внимание сосредоточилось на аномальных звуковых вибрациях, которые казались исходящими из подземной глубины. В попытке разгадать эту загадку команда начала бурение, полагая, что обнаружит лишь обычные геологические структуры. Однако буровая установка вскоре наткнулась на внушительное пустое пространство. Исследователи решили отправить робота с камерой и светильниками, чтобы узнать больше. То, что он зафиксировал, превзошло все их ожидания. Громадные залы с влажными стенами, окруженные телами воды, которые были полны неизвестных форм жизни. Ученые воскликнули от удивления, когда камера показала колонии живых организмов, которые поразили их не только своим разнообразием, но и древностью. Эти существа не изменились со времен динозавров и, казалось, адаптировались к полной темноте, создавая собственные экосистемы. Команда незамедлительно приступила к более детальному исследованию этой зоны с помощью различных инструментов и технологий. Они обнаружили, что подземный мир оказался намного сложнее, чем можно было представить. Раскопки показали, что это мог бы быть один из самых древних уголков нашей планеты, сохранившийся в условиях, которые даже самые амбициозные фантасты не смогли бы предвидеть. С каждым новым открытием научное сообщество все больше осознавало необходимость пересмотра своих представлений о развитии жизни. Пока исследователи продолжали раскрывать эту уникальную подземную экосистему, Они понимали, что еще много неведомого скрыто в этих величественных пещерах. Каждое новое открытие подогревало интерес ученых, пробуждая в них стремление узнать, какие еще тайны могут рассказать нам эти глубокие недра. Однако впереди их ждали еще более удивительные открытия, которые могли навсегда изменить наше понимание Земли. Под нашими ногами скрывается целая сеть забытых рек, о существовании которых человечество даже не подозревало. Один из первых признаков этой водной сети был обнаружен, когда исследователи наткнулись на невидимые водные потоки, которые, казалось, извивались по гигантским пещерам, как подземные артерии. Эти реки текут в полной темноте и глубокой изоляции не одно тысячелетие, создавая собственные сложные экосистемы, где каждая капля воды насыщена жизнью. Самым удивительным оказалось то, что эти подземные водные пути соединяют пещеры друг с другом, создавая огромные лабиринты с проточной водой. Исследователи обнаружили, что эти реки могут тянуться на сотни миль, связывая самые отдаленные уголки подземного мира. Воды этих рек кристально чисты. И именно в них ученые впервые встретили несколько уникальных и ранее неизвестных форм жизни. Среди них слепые рыбы, которые полностью адаптировались к жизни в темноте, а также ракообразные, напоминающие древние виды, обитавшие на планете миллионы лет назад. Но эти подземные реки скрывают и другие удивительные тайны. В некоторых местах ученые нашли остатки древних цивилизаций, которые, похоже, использовали эти водные пути для перемещения и, возможно, даже проведения ритуалов. Следы человеческой деятельности, как оказалось, могут уходить далеко вглубь истории. Кроме того, было выявлено, что подземные реки влияют на гидрологию более поверхностных слоев почвы, подчеркивая сложное взаимодействие между подземной и надземной экосистемами. Это открытие заставило ученых задуматься о возможностях использования подземных водных путей. Они могут служить не только объектом изучения, но и открывать перед человечеством новые возможности для обеспечения водными ресурсами. Однако это требует еще более глубокого изучения, чтобы не нарушить хрупкое равновесие, существующее в этом скрытом мире. Впереди новые открытия, которые еще больше расширят наше понимание этого загадочного пространства под нашими ногами. В глубинах этого впечатляющего подземного мира ученые наткнулись на необычное зрелище. Живые ископаемые виды, считавшиеся вымершими миллионы лет назад, ожили в изоляции от поверхности. Эти древние формы жизни дают нам возможность заглянуть в прошлое нашей планеты. Например, исследователи обнаружили в этих подземных уголках гигантских членистоногих, которые когда-то процветали в древних океанах Земли. Их эволюция продолжалась в полной темноте, и они адаптировались к уникальным условиям, создавая свои собственные экосистемы. Одной из самых захватывающих находок стали древние моллюски с раскрашенными раковинами, которые светятся в темноте. Эти существа, по мнению ученых, могли быть предками современных морских улиток, и их удивительная способность к биолюминесценции помогла им выжить в этом мрачном мире. Обнаружение таких существ стало настоящей сенсацией для палеонтологов, открыв неведомые доселе страницы истории Земли. В пещерах также были найдены растительные виды, пережившие катаклизмы, и связаны с древнейшими лесами планеты. Эти растения научились существовать без солнечного света, полагаясь на хемосинтез для выживания. Исследование этого процесса может пролить свет на то, как жизнь могла возникнуть в таких экстремальных условиях много миллионов лет назад. Открытие этих обитателей прошлого вдохновляет ученых на новые исследования, раскрывая не только историю нашей планеты, но и демонстрируя удивительные возможности эволюции. Этот захватывающий подземный мир продолжает интриговать исследователей, заставляя их искать ответы на еще большее количество вопросов. Впереди еще больше чудесных открытий, которые ждут своего часа, чтобы быть пущенными в научный оборот и изменить наше понимание жизни на Земле. Подземный мир полон удивительных загадок, и одной из них стали растения, которые смогли выжить в условиях полной темноты. Исследователи, работая в этом необычном подземном царстве, обнаружили, что флора тут развивалась совершенно иначе, чем на поверхности. Оказалось, что многие растения адаптировались к жизни без солнечного света, полагаясь на процесс хемосинтеза. Этот метод получения энергии позволяет растениям использовать химические вещества, содержащиеся в окружающей среде в качестве источника питания. Среди обнаруженных видов выделяются необычные грибы, которые растут в форме причудливых светящихся образований. Эти грибы не только украшают пещеры своей светящейся аурой, но и служат источником пищи для некоторых подземных животных. Они поглощают минералы и химические вещества из скал и почвы, преобразуя их в питательные вещества и свет. Подобные процессы позволяют растениям выживать в подземных условиях и поддерживать сложные экосистемы. Однако на этом удивительные адаптации не заканчиваются. Исследователи обнаружили редкие виды мхов и папоротников, которые растут вертикально, прикрепляясь к стенам пещер. Они получили устойчивость к высоким уровням влажности и способны извлекать влагу из воздуха, перегоняя ее в необходимые питательные вещества. Это позволяет им процветать там, где, казалось бы, невозможно. Продолжение исследования этого таинственного мира открывает новые возможности для науки. Ученые надеются, что изучение этих уникальных растений поможет понять, как природа приспосабливается к экстремальным условиям. Неизвестные ранее механизмы адаптации могут дать подсказки об эволюции жизни, как на Земле, так и за ее пределами. Тем временем подземные дали продолжают скрывать множество удивительных тайн. И вот мы погружаемся в глубины подземного мира, где исследователям открылась поразительная особенность акустики. Звуки, производимые в этих пещерах, озадачивают ученых своей сложностью и многообразием. Каждое эхо здесь не просто отражение, а целая симфония, изучение которой может открыть новые горизонты в понимании подземных экосистем. В отличие от поверхности, где звуки быстро теряют свою силу, под землей акустика работает совершенно иначе, создавая эффект, который до сих пор не разгадан. При помощи чувствительных микрофонов исследователи зафиксировали невероятные звуковые паттерны, пробегающие по стенам пещер. Это может быть как легкий шепот, так и мощный рев, распространяющийся на мили вокруг. Некоторые из этих звуков напоминают слышимые на поверхности, тогда как другие совершенно чужды и непонятны. Ученые полагают, что многие из них производятся самими обитателями подземного мира, возможно, таинственными существами, живущими в темноте. Удивительной особенностью является способность звуков проходить через десятки слоев породы, связывая отдаленные участки этой сложной экосистемы. Это позволяет существам под землей общаться друг с другом, создавая уникальную звуковую сеть. Некоторые биологи предполагают, что такой способ коммуникации может быть ключевым для их выживания, в условиях полной изоляции от внешнего мира. Кроме того, подземные звуки открывают возможности для изучения тектонических процессов. Субтильные колебания могут нести информацию о перемещении подземных плит, давая ученым возможность прогнозировать землетрясения и другие геологические активности. Исследования акустики под землей еще только начинаются, но они уже обещают новую эпоху в изучении нашей планеты. Впереди еще больше загадок, которые только предстоит разгадать. Как только ученые начали понимать масштаб и разнообразие существ в этом подземном мире, они столкнулись с вопросом взаимодействия между подземной и наземной экосистемами. На первый взгляд, кажется, что они живут в полной изоляции друг от друга. Однако исследования показывают, что это не совсем так. Подземные реки и скрытые потоки воды играют важную роль в обеспечении важнейших элементов, таких как минералы и питательные вещества, которые влияют на экосистемы на поверхности. Такая связь создает тонкое равновесие, где малейшее нарушение может иметь далеко идущие последствия. Исследователи обнаружили, что флора и фауна подземной среды активно участвуют в циклах элементов, таких как углерод и азот, которые затем переносятся на поверхность в виде микроскопических частиц, поднимающихся через трещины в породах. Эти элементы подпитывают некоторые виды растений и микроорганизмов наверху, показывая, насколько тесно переплетаются две разные экосистемы. Это открытие подчеркивает важность подземного мира не только как уникальной экосистемы, но и как неотъемлемой части земной биосферы. Кроме того, исследователи заметили, что изменения в наземной экосистеме, такие как вырубка лесов или загрязнение, могут оказывать влияние на подземные обиталища. Это взаимодействие требует осторожного подхода в планировании любых изменений окружающей среды, чтобы не нарушить это хрупкое равновесие. Подземные организмы также служат индикаторами здоровья всей экосистемы Земли. Их состояние может сигнализировать о неблагоприятных изменениях задолго до того, как они станут заметны на поверхности. Таким образом, понимание взаимодействия этих двух миров открывает перед учеными новые аспекты для изучения. Не только в контексте сохранения ресурсов, но и в поиске новых решений для глобальных экологических проблем. Новый уровень осознания этой взаимосвязи может привести к более мудрому использованию и защите естественных ресурсов, гарантирующему сохранность как подземной, так и наземной жизни. В этой удивительной симфонии, которую исполняет наша планета, даже самый маленький подземный организм может занять ключевую роль. Продолжаем наше исследование скрытого подземного мира, открывая страницы истории, которые связывают нас с древними цивилизациями. Несколько находок указывают на то, что наши предки были более осведомлены о подземных пространствах, чем мы могли предположить. На глубине, которой человечество едва касалось, археологи обнаружили свидетельство того, что древние цивилизации использовали эти подземные структуры в своих целях. Одна из таких находок – сложная сеть туннелей, вырубленных в скале, расположенных на периферии обнаруженного подземного комплекса. Эти туннели, похоже, служили как объекты для транспортировки или даже укрытия. Некоторые из стен испещрены символами и рисунками, которые могло бы трактовать лишь искусством древних цивилизаций. Одно из предположений состоит в том, что эти туннели могли соединять разные части обширного подземного комплекса, используя систему подземных рек для навигации. Такая инфраструктура может свидетельствовать о том, что древние люди не только знали о существовании подземного мира, но и активно взаимодействовали с ним. Более захватывающим становится факт находок древних артефактов, разбросанных по этим подземным путям. Остатки керамических изделий, орудия труда и даже намеки на древние ритуалы рассказывают о том, что подземные пространства играли важную роль в культурной жизни тех народов. Возможно, они рассматривали эти места как сакральные пространства, где проходили важные обряды или убежища в трудные времена. Исследователи находят остатки фресок, изображающих сцены охоты и поклонения, что может открыть нам тайны духовной жизни древних людей. Эти удивительные открытия не только расширяют наше понимание истории, но и заставляют пересмотреть роль подземного мира в развитии человечества. Важно осознавать, что наши древние предки не просто использовали землю для обработки, но и искали способы взаимодействовать с ее глубинами. Тайны, скрытые в этих темных коридорах, напоминают нам о том, что еще многое предстоит открыть и изучить. Эти находки намекают на значительное взаимодействие древних с подземным миром, и, возможно, именно здесь скрываются подсказки к нашему собственному будущему, которые еще предстоит разгадать. Открытие крупнейшей подземной экосистемы не только стало сенсационным, но и вызвало множество дискуссий в научном сообществе. На первый взгляд, это удивительное открытие представляет собой редкую возможность для изучения, но несет с собой немалые угрозы. Влияние нашего вмешательства в такую хрупкую экосистему может быть непредсказуемым. Исследователи задумываются о последствиях возможного загрязнения, изменения потоков подземных вод и влияние на уникальные формы жизни, которые не эволюционировали под воздействием человечества. Одной из главных угроз является возможность внесения инвазивных видов. Малейшее загрязнение или акклиматизация внешних организмов может нарушить сложившийся баланс и привести к исчезновению уникальных подземных видов. Помимо биологических угроз имеются и технические. Развивающиеся технологии для исследования таких территорий могут вызвать непредвиденные геологические изменения, способствуя обвалам и сдвигам пород. Это, в свою очередь, может повлиять на близлежащие экосистемы на поверхности, создавая цепную реакцию изменений. Однако перед учеными открываются и невероятные возможности. Изучение этого скрытого мира может привести к открытиям в области биохимии, позволяя раскрыть секреты адаптации к экстремальным условиям. Эти знания могут быть применены в космических исследованиях, в поисках жизни за пределами Земли. Кроме того, понимание сложных процессов, происходящих в подземных водных системах, может помочь в решении проблем с нехваткой чистой воды в будущем. Все это подчеркивает необходимость бережного отношения и взвешенного подхода к исследованиям. Научное сообщество находится на пороге нового этапа, где возникшие угрозы и открывшиеся возможности могут дать настоящее понимание нашей планеты и, возможно, даже целой Вселенной. Вопросы, стоящие перед исследователями, требуют пристального внимания и ответственного подхода, чтобы сохранить и улучшить как подземную, так и наземную жизнь. Сенсационное открытие подземной экосистемы пробуждает в ученых стремление заглянуть дальше в будущее, осознавая, как это может изменить наше восприятие планеты. Но что действительно ждет человечество после этого открытия? Этот открытый нами мир предлагает неизведанные горизонты исследований, которые могут привести к новым технологиям и методам, способным изменить не только науку, но и повседневную жизнь. Прежде всего, ученые уже ведут разработки по созданию новых биоматериалов, изучая потрясающую эволюцию подземных организмов. Эти материалы могут иметь невероятные свойства, такие как стойкость к экстремальным условиям. Также возможно открытие новых источников энергии, базирующихся на методах, которые используют флороподземье для получения питательных веществ из окружающей среды. В долгосрочной перспективе понимание механизмов адаптации подземных видов может помочь экспедициям на другие планеты. Если мы обнаружим схожие условия на Марсе или других небесных телах, знание этих процессов окажется бесценным. Кроме того, эти открытия могут способствовать развитию методов сохранения биоразнообразия и экологии, обеспечивая нам пути к более стабильному и устойчивому будущему. Однако не стоит забывать о необходимости защиты этой экосистемы. Подземный мир не просто очередная граница для исследования, это важная часть нашей планеты, требующая заботы и уважения. Только совместными усилиями ученые, экологи и международные сообщества смогут обеспечить ее сохранность, избегая преждевременного вмешательства и разрушения. В будущем эта подземная экосистема может стать примером того, как человечество учится взаимодействовать с природой на более глубоком и уважительном уровне, открывая не только научные, но и философские горизонты, неразрывно связанные с нашей планетой.